Питатель цветов из Иерусалима как символ надежды и мира. Одна из самых известных работ легендарного британского художника Бэнкси. Его творчество можно увидеть на выставке уличного искусства в музее Радищева. Хотя на самом деле самого автора никто и никогда не видел. Эту тайну хранят уже много лет. Открыть эту личность, наверное, не составило бы труда, если бы очень захотеть. Я думаю, что эта легенда поддерживается и общественностью Великобритании, потому что сам смысл его творчества он дополняется еще этой легендой. Поэтому развеивать эту легенду, я думаю, неинтересно ни зрителю, ни художнику. В Саратове представлены семь произведений Бэнкси. Их несколько лет назад купил в Лондоне коллекционер и автор выставки Артем Суслов. Стоимость работ достигает нескольких миллионов рублей. Нашлось на выставке и место для саратовского граффити художника Влада Арианова. Работа называется «Смотри под ноги». Здесь мы видим с вами самокат, расписанный также граффити художником. И фигура человека, который шел сотовым телефоном и ехал, вернее, на самокате сотовым телефоном. И так засмотрелся в него, что, не увидев под ногами какую-то преграду, упал вместе с самокатом. И здесь он в полете летит на этот пол. Такая острая проблема современности поднимается, да, о том, что нужно быть внимательнее в современном мире и поменьше смотреть сотовый телефон. Стрит-арт – это искусство, с помощью которого автор напрямую общается со зрителем. И для этого не надо ходить в галерею. А здесь, наоборот, граффити в музее. Посетитель тоже самые разные, говорят специалисты. Например, на творчество Бэнкси пришла посмотреть и семья олимпийского чемпиона по фехтованию Юрия Сисикина. Эта выставка, она интересная для познавания. Какая сейчас мода, какие художники молодые, какое направление в искусстве. Мы просто Бэнкси хорошо знаем, как художник. Видели его в Европе. Когда к нам привезли, мы решили, что тоже интересно пойти. Все, что здесь выстроено, главная черта – это смелость художника. Не качество, не художественные какие-то навыки, а именно смелость. Есть здесь и другие представители уличного жанра. Граффити – авторы из Лондона, Пекина, Польши, Москвы и Санкт-Петербурга. А изображения нанесены на картон, пластик, дерево и даже лопаты. Екатерина Сулейманова, Олег Буланов, Саратов, 24.